Добрый вечер. Давайте, как обычно, проверим связь. Хорошо, спасибо. Опять еще минутку подождем и тогда начнем с вами. Спасибо. Готовы все? Готовы все? Готовы? Отличные тоже готовы. В принципе, я не все знающие, но спрашиваю вам тему раскрыть. В нашем организме животных самые важные функции, конечно, выполняют дыхательные системы. Это одна из важных функций. Кроме того, что она наполняет все ткани кислородом, также участвует в голосообразовании, увлажнении дыхаемого воздуха, терморегуляции, защитных факторов, синтезе гормонов. Органы дыхания чаще всего страдают у нас от различных заболеваний. И для каждой болезни характерны свои симптомы и принципы лечения. Всем нам известно, что самыми распространенными патологиями дыхательной системы у нас являются острые респираторные вирусные инфекции. Если мы не будем лечить гуляния верхнего дыхательного типа людей, то вирусы бактерии проникают в нос, глотку и ниже. Когда уже бактерии у нас проникают в бронхи, гортань, трахею, животное, соответственно, получает целый ряд болезней, начиная с бронхитой и заканчивая пневмониямино-блесожным. Также, если их не долечить, то же самое происходит поражение легочной ткани и развивается пневмония у нас. При заболевании органов дыхания у нас уменьшается поступление воздуха в легкие. Это приводит к ухудшению газообмена в них и возникает отдышка. Нарушение вентиляции легких у нас проявляется клиническим признакам легочной недостаточности. И развивается при этом гипоксия. Это снижение, снижается насыщение крови, ткани кислорода, ткани кислорода. Ну и, соответственно, выражается это все слабостью, цианозом слизистых оболочек. И чаще, если не лечить, то может закончиться гибелью для животных. Есть некоторые особенности проявления потолок и дыхательной системы. Это все зависит от породы, возраста и массы животных. У молодых животных респираторные болезни протекают с более выраженными признаками и чаще всего могут приводить к гибели. У платоядных животных, у новоплатоядных. А воспаление верхних дыхательных путей и легких характеризуется чаще всего также быстрым распространением патологического процесса. И это связано с их особенностью строения. Все болезни дыхательной системы классифицируют по анатомическим принципам и разделяют на две группы. Это болезни верхних дыхательных путей. К ним относятся риниты, варенгиты, трахеиты и болезни бронхи и болезни нижних. Это значит у нас легких и плевриты. К ним относятся также плонхииты, пневмонии, пневмоторов, фидроторов, в основном это обсуждают, да, импиземи. У кошек и собак чаще всего встречается у нас сиренит, бронхит, ларенгит. Также встречается бронх. Спасибо. 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 Угу. Вот. Быстро ли стоит. Значит, причины заболевания. Значит, наиболее частой причиной у нас респираторного заболевания является неблагоприятные условия внешней среды, да, это сквозняки, переохлаждение, купание в холодной воде, дача переохлажденных кормов и содержание животных в неблагоприятных условиях. То есть это если бальеры с цементным полом без утеплителя в холодное время голя. Также если по причине неумелых введения медикаментов или каких-то питательных жидкостей, это в основном воспаление верхних дыхательных путей возникает, когда происходит насильственное введение препаратов и питательных жидкостей. И также это может быть при неправильном зондировании гротки пищевода. В связи с этим может проявиться также условно-патогенная вирусная инфекция, например, римтрохиит, парагрипп, это набирозы. И бактериальные статилококки, стриптококки и различные палочки кишечной и сибирной. Это у нас вирусная бактериальная инфекция. И также инвизионные заболевания, это когда идет миграция личинок через органы дыхания. Ну, мы рассмотрим несколько заболеваний здесь, если ничего не будем, но, в принципе, все их не знаем. Значит, принят. Это у нас воспаление слизистой оболочки и подслизистого своего носа. В тяжелых случаях поражение сальных животных или практически фолико вокруг носика. Ринит, он, ну, как бы животных, ничем не отличается от человека. Все вот то же самое, как запрактикает, делится на хронический и острый ринит. Острые риниты могут вызываться вирусами, бактериями. Развивается он при снижении резистентности чаще всего. И также может при переохлаждении. Продолжительность острого ринита, она где-то до 7-10 дней. Может пройти сам, без заказания каких-либо манипуляций лечебных. Но также, если не лечить, то может перейти в хроническую форму. Может, могут быть осложнения последовать. Где-то в один вид, либо в один вид, но также бронсит. Значит, по происхождению он, по происхождению выделяют у нас первичный и вторичный ринит. Первичный ринит у нас протекает как самостоятельное заболевание. А вторичный он протекает на фоне каких-либо сопутствующих заболеваний. Ринит у нас проявляется насморком. Это выделение из носа, разделяют, различают их, значит, по характеру. Катаральный ринит – это снижение иммунитета. И чаще всего причинами бывают какие-то простудные заболевания. Либо, если воздух был чем-то загрязнен, и что-то попало в носовые пути. Гнойный ринит. Он чаще всего бывает и протекать может в тяжелой форме. Объделение гнойное. Сирозный ринит. Он протекает чаще всего острым. Он начинается неожиданно. У него практически отсутствует интубационный период. И если его не лечить, то он переходит в хроническую форму. Основным симптомом его является это обильное выделение секрета из носовой полости. И так как секрет это уделяет, он раздражает слизистую оболочку. Соответственно, он может вызывать зуд в носу, что может привести к чиханию. И угнетение. Также будет затрудненное дыхание. Могут корочки образовываться. И также появляется кислородное голодание. Продолжение следует. Ну и по течению тоже он катаральный гномик, катаральный гномик, поздний конкулярный. Значит, что у нас характерно? Какие клинические признаки для катарального ринита у нас будет затрудненное дыхание, обоняние будет снижаться, либо какое-то время отсутствует за счет того, что присутствует слизистый выделение из носа. Ну и лечение местное, в принципе, достаточно местное лечение. Дальше разберем. Значит, предпопозно также будет воспаление слизистый носом и будет выделяться фибринозный эксудат. Чаще всего он образуется как первичное заболевание, да, это если в дыхательный аппетит упал какой-то раздражитель. Например, это какие-то частицы корма, либо дым, который раздражает слизистую. Симптомные будут служить у нас, ну, чаще всего это заболевание у нас крупозное. У сельскохозяйственных животных возникает, да, и может повышаться температура до 41 градуса, это если идет из-за инфекционных заболеваний какое-то, например, при катаральной горячке злокачественной. Фолликулярный. Это у нас воспаление слизистых желез и оболочки носа. Чаще всего встречается также у сельскохозяйственных, да, у лошадей. Иногда может повышаться температура незначительно, угнетение. И там будут образовываться, значит, через дня, ну, после того, как началось заболевание, через 2-3 дня, ну, слизистая инфекционная полость, она краснеет, и на перегородке будут появляться узелки золотоватого цвета. Причинами ринитона служат первое, это механические повреждения. Значит, будет развиваться насморк, выделение из носа. Механические повреждения, это что у нас? Это у нас травмы носа, попадение каких-то инородных предметов. У кошек и собак на улице, когда они вдыхают, то есть травы маленькие, да, либо какие-то, ну, у сельскохозяйственных животных это корм мелкие, ну, или пыль. Так же, если вдыхают какие-то химические средства, аллергические реакции, в этом случае насморк у нас появляется, когда идет аллерген, это раздражитель. Вот, это пыльца, препараты различные, ну, и запахи какие-то, которые присутствуют в помещении, либо на улице. Следующая причина – это простудные заболевания. Возникают у нас при неправильном содержании животного, также переохлаждение и вирусные инфекции. Значит, при чуме полтоярных, например, да, или при римитрохите у кошек развивается. Также у кроликов может быть римиков миксоматозин. Будут выделения износа и чихания. Значит, симптомы. Значит, так как у нас разные течения, да, у ринита, да, при остром рините животное будет угнетено, вялое. Температура тела может оставаться либо нормальной, ну, либо нормальной, либо меняться, чуть повышается. Будет присутствовать чихание. Также будет наблюдаться сирозные стечения из носовой полости. В дальнейшем может переходить в катаральные. И носовые, вот как у котов мы часто видим, носовые ходы будут закупорены генуальными потелениями и частицами крови. И также будет присутствовать отек слизистый в носу. При хроническом течении у нас животное будет терять, у животного будет снижаться вес. И в носу будут язвочки присутствовать. Ну, и будет присутствовать потеря обоняния. Это в связи с тем, что идет как бы за... Ну, и носовые ходы закупориваются выделениями. Диагностика у нас основывается на клинических симптомах, в основном сборе анамнеза. Здесь, ну, как бы проще все, да, лабораторная диагностика. Это если мы берем истечение на, ну, на лабораторию содержимое. Вот, на инфекции можно проверить. Там, кровь, если аллергия, общий анализ. Вот. И при необходимости, чтобы исключить поражение, там, бронхов, флергик, то... О, рентген. Лечение симптоматическое чаще всего. То есть мы занимаем воспалительный процесс, да. Первое, что мы должны исключить причину заболевания, которую мы устанавливаем. Ну, вот, санацию носовой полости, использование различных капель, все зависит от того, какой у нас средний, да. Вот, антибиотики, либо сульфониламидные препараты, жаропонижающий случай, если температура у нас увеличена, и уменьшение отека слизистой. Ну, жаропонижающий мы назначаем, если температура, я уже сказал, да, для уменьшения отека. Можно назначать капли на масляной основе, которые будут снижать отечность. Например, носовым, будет на масляной основе, да. Дальше можно сужающие средства назначить. Ну, с ментолом, какие-то есть на зоокапле. Также при лечении ринита у нас могут применяться витамины, витаминотерапия. Они также могут служить для снятия отечности. Например, луканат кальция, лимон, сульфат. Из антибиотиков можно применять доксициклин, либо суммамид. Ну, и эти трениции. Можно антибиотики широкого, в основном, широкого спектра. Если у нас ринит на полнавирусной, соответственно, мы лечим вирусную инфекцию, напротив вирусную назначаем. Следующее заболевание у нас ларингит. Это болезнь, которая возникает у нас, когда идет воспаление слизистой оболочки гортани. И, соответственно, также воспаление носа идет, и трахея. Также различают первичный и вторичный ларингит. Ларингит первично возникает у нас, когда животное отдыхает холодный воздух, либо воздух, который насыщен какими-то бедными веществами. Если идет охлаждение организма, и также, как и при, ну, в начале разговаривали, если неправильная дача лекарственных средств. Ларингитом болеет животное всех, видов кошки, собаки и сельскохозяйственные. Значит, первичный ларингит у нас может быть при таких инфекциях, как аденобироз, чума платоядных, там начинается, значит, когда легочная форма идет при чуме, да, там, вплоть до пневмонии, приемикоплазмозе, у кошек, отринотрихиид и кальциевироз. Вторичный ларингит, он развивается, значит, когда происходит аллергический, ну, в аллергическом, это наблюдается, отек в гортане, и когда уже скатало дыхание каких-либо порох токсичных, также происходит отемка, слизистый и может произойти отжог в гортане. Также ларингит бывает, если собака, например, долгло лайт. По течению разделяет острый и хронический ларингит. Острый длится где-то недели-две, а хронический соответственно дольше, он протекает больше трех-четырех недель и может протекать как симптомно, и так и без симптомно. По характеру воспалительных процессов катаральный и крупотный. У катарального признаки воспаления гортани будет осиплость, животное, кошка, собака, она как будто хриплый лай. Также будет ощущение как будто инородное тело давится. Значит, крупозный у нас идет воздействие извне каких-то, допустим, это может быть присоединение так же может крупозно возникать, когда идет дыхание каких-либо частиц, либо если в гортане и в глотке у нас находится очаг некроза. причинами у нас могут служить инфекционные заболевания, так же это может быть если нарушены условия содержания животного, это также опять же возвращаемся в сквозняки или в холодное помещение, если плохая гигиена, место содержания животного, скученность, механические повреждения, это также неаккуратное зондирование, дали подачи питательных смесей через зонд, при травмировании это травма гортани, попадание каких-либо инородных предметов, аллергические реакции, придача также могут причинами быть это различные лекарственные средства, и как вначале сказала, если живот не лавит, то когда долго собака лает, это тоже может быть причиной ларингита, и бывают особенности развития, кто склонен, то есть у собак это такие породы, как боксеры, бульдоги, пекинесы, из-за особенностей строения морда, морды они более расположены к заболеваниям ларингита, клинические признаки значит один самый такой распространенный это кашельник будет присутствовать он будет часто сухой может даже быть при приеме воды и еды то есть это очень бывает когда пьет животное в основном каша присутствует то после воды будет обильнее каши значит потом со временем он может переходить во влажный и может быть даже как присутствует отрыгивание покраснение будет присутствовать болезненность при пальпации также будет нарушение глотания аппетит будет снижаться либо отсутствовать угнетение и в связи с тем что аппетит будет снижаться будет потеря массы тела возможно истечение износа собак потеря голоса бывает повышение температуры у некоторых животных и увеличение лимфатических узлов у некоторых животных если запустить то одышка послание послание диагноз в основном у нас ставится на сборе также анализ и клинических симптомов дамы с кашелью у нас присутствует болезнь из картания также лабораторные исследования и смотрим помощи ларингоскопа при постановке диагноза мы должны исключить наличие новообразований паразитарные заболевания так как это тоже кашель может быть присутствует в паразитарных заболеваниях при попадении ну исключать попадение каких-либо инородных тел при помощи ларингоскопа мы можем оценить внешний вид слизистой гортани значит для лечения так же как в случае линита мы должны исключить причину которую нас вызывает ларингит создаем условия благоприятные для животного исключаем сквозняки сырость чтобы меньше пыли было больных животных нельзя купать пища даже корм если это корм понятно что корм комнатной температуры если это натуралка то значит пища должна быть теплая можно использовать скрывающий компресс спиртовые отхаркивающие препараты назначают антибиотики сульфаниламидные препараты их можно вместе можно использовать в физиотерапии если такова присутствует всякие там уфооблучения значит гортань можно обрабатывать с различными вяжущими растворами растительными маслами если это на фоне аллергии значит мы должны аллерген исключить если животное не ест то нужно использовать импульзионную терапию ставить капельницы антибиотики чаще всего используют широкого спектра действия например гортань можно обработать леголя не знаем да это самая простая и вообще доступная всем можно использовать как спрей так и просто в виде обработки раствора леголя они у леголя уничтожают токенную флору можно лизабакт использовать он будет антисептически действовать ну и так далее болезни нижних дыхательных путей это болезнь легких аплевр пневмонию рассмотрим значит пневмония это у нас воспаление легких носит чаще всего острый характер и при отсутствии оказания лечебной помощи приводит к летальному взводу также встречается у всех видов животных различают две формы это также катаральную крупозную она еще называется фибринозная и икру она ну фибринозная крупозная она возникает следствием инфекционных заболеваний значит катаральная пневмония у нас при катаральной пневмонии у нас воспаление будет охватывать отдельные доли легкого еще называется очаговая пневмония она является чаще каким-либо осложнением бронхита значит если происходит одновременное поражение бронхит то это будет бронхит пневмония то также наблюдается у всех видов животных но чаще всего ее регистрируют у сельскохозяйственных поросят может усложняться гнойным воспалением и также среди гнойных пневмоний очень большая смертность с кровесных животных сельскохозяйственных сельскохозяйственных с крупозные значит крупозные монеты у нас острое лихорадочное заболевание оно характеризуется острым фибринозным воспалением и уже будет захватывать полностью можно захватывать легкое и проявляется с слышным явлением аллергии и сменами стадии фибринозного процесса болеет также сельскохозяйственные чаще животные лошади крес среди кошек собак ее она регистрируется очень редко значит у истощенных животных она протекает как катаральная бронхопимоним схожа что-то много значит причины самое первое это снижение иммунитета резистентности организма также способствует внимание значит у нас воспаление воспаление хранить которые связаны с хроническими заболеваниями нарушение условий содержания также это если скучность грязный воздух да какие-то присутствуют пыльца растений каких-либо токсических которые отравление вызывает организмом если помещение слишком высокая влажность это тоже может быть как причины понимания при нарушении кормления и если у животных есть какие-то патологии например витаминозы они не да тоже способствует снижению иммунитета и соответственно возникновение пневмонии также это инфекционные заболевания еще раз повторяю это чума полтоядных туберкулез холмидиоз микоплазмоз различных и также при миграции глистной базе когда идет в легочной ткани и грибковые инфекции также могут вызывать пневмонию при пневмонии животное будет пуплетено аппетит будет либо отсутствует либо снижаться температура тела будет повышена 12 градусов будет присутствовать кашель он будет как лающийся кой дыхание при этом будет жесткая и будут прослушиваться сухие хрипы значит если состояние стабилизировать вовремя и своевременно начать лечение то кашель у нас становится уже с мокроты отходит влажный вот и в дальнейшем хрипы будут влажные прислушиваться диагностика у нас основывается на сборе клинических признаков и анамнеза лабораторных рентгеновских исследований если мы берем общий анализ крови то в общем анализе мы будем обнаруживать значит это увеличение количества лейкоцитов сои нитрофилов также отправляется мокрота в лабораторную лабораторию у нас посев мы делаем для того чтобы определить чувствительность к антибиотику на рентгене но увидим затемнение и желательно делать рентген два раза это когда животных нам поступило на лечение и после лечения чтобы видеть динамику корма лечения значит обязательно нормализовать кормление животных корма должны быть доброкачественным да и сбалансированным обязательно обеспечиваем покой животного основное лечение у нас но на поменение антибиотиков это может быть широкого спектра действий фалоспорина вариант они быстро снимать воспаление чаще всего мы применяем цифалоспорина также можно допустим макролиды применяют ампицилин тоже плохо начале лечения мы должны назначать ударную дозу антибиотиков а и потом уже как бы ну по весу положим курс лечения у нас до двух недель можно применять антибиотики также с сурфаниламидами вместе назначаем отхаркивающие препараты обязательно которые у нас будут разжижать мокроту значит при нарушении сердечной деятельности мы назначаем сердечные препараты кофеин может быть до кампора витамины если это крупная женщина мы назначаем цифтореаксон он один из эффективных антибиотиков и он способствует быстрому уничтожению бактерий в ткани легкого вот если происходит обезвоживание организма она будет чаще всего при пневмонии кстати у щенков это очень хорошо видно и в особенности прям короткое время происходит обезвоживание это мы назначаем инфузионные препараты да раствор рингера можно поменять вот внутривенную капту обязательно также тканевую терапию это можно алоэ оно будет но как бы рассасывать очаги поражения вот его до 10 дней раз в сутки поле ну и какие-то лактобактерии битом линукс назначаем совместно там где-то 10-14 дней ну и когда животное восстанавливается то в любом случае то у нас назначаются витаминные комплексы вот все лечение если мы правильно поставили лечение то в принципе он длится где-то 10-14 дней в редких случаях была у нас кошка но она была после пожара у нее в месяц выучили ничего выкаркнулось в принципе все все если есть кто-то после просить читать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...